Всем привет, друзья! Это Lemur Lory 2.0 и это обзор игры Warthunter. Что это за игра и с чем её едят, давайте посмотрим. И будем мы смотреть её на примере американской техники. Вкачана она до 6 уровня. Честно, до 5 уровня техника мне не совсем нравилась. Дело в том, что до 5 уровня всего лишь два самолётика реально достойны моему были внимания. Это F2.1 и F2.A3. И самолётики похожи. Это один и тот же самолёт, просто разные модификации. Самолёт достаточно маневровый, достаточно хорошо набирает скорость, соответственно, набирает хорошую высоту. Но на первом уровне мы имеем очень слабое вооружение. Дело в том, что у нас есть два пулемёта. Получили нам руки два пулемёта. Один калибром 12.7, другой 7.62. Я сразу заметил, что это очень слабое вооружение. Карать мы очень слабо можем кого-то, но помогать, осуществлять сбитие противника своим союзникам достаточно эффективно. Дело в том, что наш самолёт очень уверенно себя чувствует в воздухе. И даже на самые сложные манёвры вражеского самолёта мы очень оперативно можем реагировать, очень быстро заходить именно на фост, даже если он у нас пытается сбросить таким приёмами, как скручивание и мельманом. На втором уровне мы обнаружим самолётик F2-3, который в точности повторяет F2-1. Сейчас мы его загрузим. Но он уже имеет вооружение в виде четырёх пулемётов, и все они калибром 12.7, и боезапас 1300 патронов. Что это нам даёт? Нам даёт достаточно высокий секундный залп, это 2 килограмма с лишним, то есть 2000 грамм свинца мы выдаём в секунду по вражескому самолёту. Самолёт очень мне нравился, недавно обладал. Сейчас тогда мы, ребят, зайдём в бой, и я вам подробно расскажу некоторые приёмы, некоторые фишечки, некоторые, так скажем, боевые действия, которые вам повысят в боевых эффективностях в боях, позволят тащить бои, позволят карать соперников. Что ещё хотел сказать в ангаре? На американских самолётах до пятого уровня вы встретите такое особенность, то, что они картонные, горят, ну, просто, как спичка. И очень большая опасность для них представляет это, если вы заходите на штурмовик, или вражеский мундировщик, это бортовые стрелки, очень сильная опасность для американских самолётов. Дело в том, что буквально два залпа на вот в лицо, да, допустим, по самолёту F-2-1 и F-2-A-3, а бортовой стрелок будет нам стрелять в морду, он разбивает наше лицо на металлолом, то есть мы ловим два залпа, мы горим, мы падаем. Как же выходить с такой ситуацией? Единственный разумный выход, то есть возьмём штурмовик, который, который часто мы будем встречаться, это Юнкерс. Единственный разумный выход, это заходить на этот штурмовик снизу, то есть и карать ему крылья в руль высоты, это у нас вот эти места в хвосте, да, и, как говорится, карать днище в днище. Что же делать, если, допустим, мы имеем против себя бомбардировщик, у которого не только есть бортовой стрелок здесь, а бортовой стрелок снизу ещё бывает. Единственный разумный выход я нашёл, что нужно держаться где-то вот в этом углу, то есть здесь есть мёртвая зона, где бортовой стрелок верхний не может поварнуть степень и нижний. И на каждое действие вражеского ломбардировщика нам нужно оперативно эрегировать. Если он заходит, уходит влево, то есть нам нужно сразу же закладываться и влево вместе с ним, иначе мы представляемся в патоголе. Ну что, ребята, принесёмся в бой. Там я расскажу вам, нужно на крескретор. Карты горного ущелья. Первым самолетиком мы возьмём аэроковую вооружённую 6-пулеметную 1-пушкой. Наша здесь задача просто не допустить того, чтобы вражеские штурмовики и вражеские бомбардировщики разбомбили наши техники. Соответственно, уничтожать технику противника должны наши штурмовики и наши бомбардировщики. Один из секретов, который я хотел бы вам рассказать, потому что в игре часто встречают такое, что многие лётчики, пилоты в виде противника встречают, да, там появляется маркер после сближения 700 метров и открывают огонь на мышку. Отбивает огонь всех орудий. На ноги смотрят стоит пушечное пулеметное вооружение и пушка 700 метров фактически всегда мажет. Как здесь такой ситуации, чтобы быть более эффективным? Если мы нажмём на клавишу 1, то мы откроем пулемёт, пулемётное огонь. А если на клавишу 2, то мы будем вести одну по предпуску. Как же нам делать? Сейчас вот на примере Ил-2 постараюсь вам показать, если вы не собрали. Так, смотри, что вы? Дело в том, что в состоянии 700 метров мы начинаем открывать огонь на 2 шаги и пытаемся попасть в пулинотру. Уже в ближайшей дистанции 300 метров можно открывать огонь при помощи пушки. То есть данный момент я сейчас могу грузить и начинать уже вести огонь при помощи пушки и таратики. Попадание из пушки, самолёт падает. Один из секретов. Также один из секретов игры есть засрочный перезаряд. То есть после сбития одного-двух самолётов я нажимаю клавишу Y или клавишу русскую N, и самолёт у меня перезаряжается. То есть я встречал такое, что союзник садится на хвост врагу, выстреливает буквально там 3-4 секунды залп, и у него начинается перезаряд. Соответственно, он исключает свои пушки из боя. Для этого существуют большие экраны. Один из секретов игры. Так, сидём вот в лобовое столкновение H7. Единственное, где стоит открывать огонь с 800 метров со всех орудий, это лобовое столкновение, так как самолёт движется плавно встречу, и те же самые 800 метров превращаются те же там 400 метров. Сейчас мы с насединили хвост, и не хватит, я веду огонь, только пулемётное вооружение, и когда союзник на хвост в состоянии 200-300 метров, я открываю огонь и всех орудий. Враг горит, враг сбит. Набираем скорость, так как уходили вверх, потеря скорости была. Мы начинаем проигрывать! Параллельное уничтожение техники противника. Пошмотим, что у нас происходит. Мы видим, что вражеский БФ 150 стоит уйти от наших стрельбителей, и идем к нему на перехват. Один из главных советов – сидите за Минк, или как другом называть продаж, в котором у вас находится в верхнем правом углу. В случае не было своего. Авиация врага наносит удары по нашей бате. Остановим их! Мы впереди! Били можно четыре самолета. Поймали, видно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите в комментариях, какой самолет вы хотите получить в полном обзоре. Приготовим видео, выложим. Также готовятся всякие конкурсы с начислением золотых орлов. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok